Как в оккупированных городах спасаются от мародерства, чья гуманитарная помощь помогает выжить, и как террористы выбивают деньги из тех, кто там остался. Сегодня мы дозвонились только в Донецк и Луганск. Послушайте жителей оккупированных городов. Мама получала гуманитарную помощь. Там была гречневая крупа, сахар, сгущенное молоко. Все были с кодом 482, с украинским. Администрация торговых сетей договаривается, чтобы пропускали машины с товаром. Установлена какая-то такса за машину, определенное количество налички. Может быть идти в карман как конкретным людям на блокпостах, так и какой-то процент отчисляться в казну ДНР. Они ходят при полном, как говорится, параде и автомат, и пистолет у них, и ножи на поясах, в брониках. Ходят люди вооруженные, да, есть люди не кавказской национальности. Но после Каменлянского часа, после того, как я не еду, в городе вообще никого нет и никто не ходит. Есть мародерство, там оружие столько, что против автомата не попрешь. Больше половины жителей вообще не хотят этого ЛНР, ДНР. Спасибо.